Друзья, приветствую всех. Сергей Журнов сегодня у нас в эфире специально для фабрики новин. Будем говорить о событиях, которые вот прямо артикулируют новостейные ленты прямо сейчас. Сергей, добрый день. Здравствуйте, Наташа, приветствую вас, Бангель. Ну вот начну с такого немножко, знаете, разочаровавшего нас события. События этой недели главные должно было быть Рамштайна, 12 октября. Зеленский очень серьезно готовился к нему, он говорил, что такой мир, настоящий, справедливый, как он говорил, который гарантированная защита, мы получим гарантированную защиту от войны, и это возможно только на сильных позициях. И, конечно, все ждали Байдена на Рамштайн, но Байден сказал, что ураган идет на Майами, и поэтому он не приедет. Вот вопрос очень простой. Вы отличный эксперт в международных вопросах. Поэтому хочу вас спросить, где Байден и где ураган? Как он поможет людям от урагана? Как известно, в Америке все службы работают отлично. И поймем ли мы, действительно ли хотел ехать Байден? Потому что Рамштайн, как известно, перенесли. Я думаю, скорее всего, под приезд Байдена, все-таки под вторую попытку, приедет ли он? Как вы думаете? Вы знаете, вот здесь я вас должен успокоить, потому что в этом я вообще догадывался уже вчера, что не будет ничего, потому что вот уже Байден практически вчера уже это дело сказал, что он не может туда поехать, потому что ураган. Я вас успокою в том смысле, что, вот вы знаете, это совершенно нормальная реакция. Какую-нибудь там дамбу в Сибири, и он туда не едет. Понятно, что он ничего там не сделает. Но человек, который управляет государством, должен показывать своему государству, своему народу, своим людям, вот если они не подданные, что он... Вот этим занимается президент Зеленский. Вы обратите внимание, сколько раз президент Зеленский ездил на фронт. Причем вот на, ну там, там плюс-минус два километра до линии фронта. То есть туда, куда может прилететь КАП и убить всех чертовой бабушки. И сколько раз Путин ездил на фронт? Путин не ездил на фронт ни разу. И вот если Зеленский едет на фронт, то я убежден, что если у вас был какой-нибудь там, не дай бог, какая-нибудь жуткая катастрофа природная, то он бы тоже приехал туда, вот где там разрушены дома, где гибнут люди, где надо просто показать, что вот он не будет отсиживаться в Белом доме. Вот он не будет отсиживаться в Вашингтоне. Байден, я имею в виду теперь уже президент Соединенных Штатов Америки, что он способен сесть на первый борт Штатов и прилететь туда, где у людей горе, где у них проблемы. И чтобы просто показать, что он с ними. Вот это нельзя в нормальной стране сделать из президентского дворца. Вот у нас тоже, когда у нас какие-то во Франции какие-то проблемы, то у нас как минимум премьер-министр куда-то приезжает вот сразу. Да, как минимум министр внутренних дел приезжает сразу. А сразу за ним приезжает президент Макрон. Потому что нужно показывать вот эта политика, это настоящая политика, когда люди вас выбирают. Вот. И здесь у меня нет никакого сомнения, что президент Байден в этом смысле абсолютно искренне принял это решение в отношении своего собственного народа. Потому что плюс к тому же у них еще идет президентская гонка. То есть понятно, что все, что он делает, это в плюс или в минус его кандидату, то есть Камеле Харрис. Вот. И поэтому это решение абсолютно американское, абсолютно западное, абсолютно нормальное, абсолютно естественное. И, увы, это обидно, конечно, для Украины. Но вот это вот проблема, которая, ну вот, на Западе по-другому быть не может. Если у вас идет какая-то жуткая катастрофа, то глава государства остается со своими избирателями, со своим народом, со своей страной. Это, конечно, очень жутко обидно, потому что вы же сами понимаете, что та война, которая происходит в Украине, она затрагивает избирателей американских. Но это все-таки за 7 тысяч километров от Америки. А если посмотреть там Калифорнию, то там за 10 тысяч километров. Вот. И для них, конечно, это все-таки чужая проблема. Вот своя проблема, свой ураган, который у вас там рушит дома, убивает людей, оставляет без крова, это ваша личная проблема реальна в своей стране. А война, какая бы важная она ни была, это все-таки проблема уже вторичная. Это не проблема Америки. Это проблема, прежде всего, Украины. А Америка просто помогает Украине. Вот. Поэтому здесь не надо искать никаких подводных камней. Это абсолютно нормальная реакция президента США. Вот. И вы знаете, вот то, что Рамштайн перенесли, это как раз очень хорошая новость. Вот плохая новость, что Байден не смог приехать, а хорошая новость, что его перенесли. Потому что вот если бы Рамштайн состоялся без Байдена, вот тогда бы я вам сказал бы, о-о-о, Байдену... Не было смысла бы в этом никакого, конечно. Да. Вы понимаете, да? Потому что Рамштайн, он потому и сделан был, и потому Зеленский туда уже... Зеленский ведь уже туда поехал. Потому что встречи вот этих балканских государств, это просто по дороге в Рамштайн. То есть надо было занять время какое-то и сделать... Ну, если уж выехал из страны, которая находится в войне, то нужно и дипломатические шаги какие-то дополнительные сделать. Вот. И поэтому, конечно, это было... Это абсолютно экспромт. Это никто не готовил, это ничего не готовилось. Но то, что его перенесли, это очень правильно, потому что его делали как саммит. Его делали как объединение всех главных лиц, а не просто министров обороны, как это было обычно. Да, это был первый саммит в рамках Рамштайна. Вот. И то, что его перенесли, это отличная новость, потому что, значит, Байден все-таки туда собирается приехать, значит, туда все-таки этот саммит Рамштайна будет сделан. Дай бог. Постучим по деревяшке, вот, и будем надеяться, что в следующий раз никакого не будет урагана в Америке, никакого наводнения не будет во Франции, никакого наводнения не будет в Германии, потому что, конечно же, все-таки наш мир такой, что очень много всяких водных... Вот вы знаете, ну вот на этой неделе там... Я, конечно, не сравниваю, да, ну вот мы все болеем, мы все, там у нас какие-то проблемы, там протечки, еще чего-нибудь, всякое бывает, да, и вот на мировом уровне тоже такое бывает. Ну да, этот рамштайн для Зеленского – это такая своеобразная военная операция, потому что его недавно он сравнивал успехи ВСУ и говорил, что они готовят следующий рамштайн, то есть демонстрируют, что могут украинцы, когда будут иметь достаточно оружие. Я думаю, что он вот с этой темой, это будет его основная тема, да, дальнобой. Тут, конечно, честно говоря, удивляет и раздражает там позиция не только Орбана, да, потому что мы готовимся к зиме, мы восстановили уже 4 ТЭЦ, я знаю, что ДТЭК потратил 4 миллиарда, для нас мы как бы надрываемся, а Бенгрина блокирует помощь, например, да, или ФИЦ говорит, что если дадут дальнобой Украине, то не мешало бы ракету по Брюсселю. Это вообще что такое, Сергей? Ну, это их, опять же, внутренняя политика, это мы с вами уже не раз обсуждали. Проблема заключается в том, что, как я вам говорил, никакого Запада единого нет. Да, есть 54 страны, которые поддерживают Украину, каждая поддерживает из своих интересов. В каждой стране есть своя политическая ситуация, свои приоритеты и так далее. И вот нет никакого единого Запада. Вот, и поэтому это, ну, условно говоря, больше того, это нормально для демократии. Да, потому что в демократии как раз ненормален общий концлагерь. То есть вот Советский Союз для демократии ненормален. Вот, нормальная как раз Европа, в которой все не согласны друг с дружкой, потому что у каждого есть свой интерес. Вот, а дальше находит очень маленькую точечку соприкосновения, которая устраивает всех. Поэтому, кстати, вот Путин реально надеялся, что Европа делать ничего не будет, когда он нападал на Украину. И то, что Европа сразу так быстро встала на сторону Украины, хотя бы даже чисто дипломатически, да, не сразу они стали давать оружие, не сразу они стали давать серьезное оружие, вот, но они сразу встали. Да, 141 страна проголосовала за резолюцию, осуждающую российскую агрессию. Вот, 32 страны воздержались, некоторые страны просто не явились на это голосование, чтобы не пачкаться в этом деле. Кстати, СНГовские страны, да, вот Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан, просто не явились на это голосование. Это не значит, что они поддерживают Путина, потому что вот Лукашенко его поддержал, проголосовал против этой резолюции. Там Венесуэла поддержала, Ким Чен Ын поддержал, а вот туркмены, узбеки и азербайджанцы не поддержали, потому что они просто сказали, это такое дерьмо, в котором мы пачкаться не хотим. Вот, и вы видели, с какими они каменными мордами сидели на этом сборище СНГ, которое Путин устроил исключительно для того, чтобы заставить их приехать на свой день рождения. Я думаю, что вы обратили внимание на новость наверняка, от которой, честно говоря, я прямо вздрогнула. В Минобороны Южной Кореи говорят, что КНДР может направить часть своих войск воевать на стороне России против Украины. Это вообще что? Это, знаете, какой-то трэш и, понимаете, я не знаю, это фильм «Джокер-3». Какая Северная Корея? Какие войска? Вот как вы считаете, насколько это реально, реалистично? Во-первых, я вам напомню, что Северная Корея – это такая же Российская Федерация, только поменьше размера. То есть очень маленькая, у нее весь ВВП ее 18 миллиардов. То есть это очень маленькая страна, живущая практически в проголодь, которая практически весь свой бюджет тратит на войну и готовится потенциально к какой-то войне, хотя никакая Северная Корея никого победить сейчас не может. Но она умирает от гол. И когда возник Путин, у которого, в принципе, допустим, перерасход был пшеницы в прошлом году, плюс они своровали 10 миллионов тонн в Украине, надо было ими воспользоваться куда-то, почему бы их не подарить, не продать по дешевке Северной Кореи? У Северной Кореи были старые советские снаряды, которые она с удовольствием отдала в обмен на нефть, на продовольствие и так далее. Когда она говорит, что она готова послать какие-то свои войска, вы знаете, это то же самое, как войска УДКБ. То есть вот помните, в Казахстане, когда в январе 21 года были какие-то там проблемы, там, ну, Россия прислала, что там, бригаду, что ли, прислала, да, а вот Узбекистан прислал роту. Ну, и все смеялись, потому что, ну, понятно, что это рота узбекская, но чего она там поможет Такаеву усмирять какие-то беспорядки. Вот, а кто-то вообще не прислал ничего, да. Вот Армения вообще ничего не прислала, сказала, что нафига на это все это надо. Вот, так что Северная Корея может прислать роту, которая, значит, рота, это я вам напомню, это 100 человек, да. Вот 100 человек, они могут прислать, ну, может, две роты, ну, может, батальон, 500 человек, там, такой отдельный батальон, да, потому что батальон, это, грубо говоря, 3-4 роты, то есть, ну, до 400 человек. Вот, вы в день на своем фронте сейчас убиваете 4 батальона российских. Почти полк. Ну, такой маленький полк. Вот, и если в составе этого полка будет взвод корейских солдат, ну, какая вам разница, кого там убивать? Да, вот, из тех, кто выступает на стороне захватчика, без разницы, там могут быть 10 индийских каких-то волонтеров, там может быть 15 каких-то сумасшедших африканцев, которые приехали, там, чего-то там, там могут быть 2 венесуэльца какие-нибудь, да. Ну, вот, ну, и ради бога, какие проблемы. То есть, Корея не может никогда к вам послать 2 миллиона солдат, хотя у нее там армия числится, там, вроде там, в армии третья какая-то армия, то есть у нее там миллион под ружьем, или даже больше миллион, там, но она чуть не вторая, а третья армия мира. Вот, ну, во-первых, ей же надо потенциально воевать с Южной Кореей, она же постоянно говорит о том, что она готовится к войне с Южной Кореей. Вот, и с Соединенными Штатами Америки, кстати. Вот, и поэтому, ну, как она может оторвать от себя? Вот снаряды, которые она передала, это же старье старое, да, советское. Может быть, даже еще там, я не знаю, там, снаряд, которые там с времен Сталина лежали в этой Северной Корее. Вот, их она поэтому и передавала там миллионами, потому что это просто болванки, которые никому и нужны, там все сгнило. И, кстати, россияне сами говорят, что у них там каждый третий снаряд только чего-то там делает, а все остальные даже не взрываются. Это все старье, порох отсырел, у него годность там и так далее. Вот, так что не будем на этом зацикливаться. Ну, пришлют, а вот убили их там шестерых, да, офицеров, которые приехали. Почему? Потому что они же какие-то ракеты передали, а ракеты наверняка там все было написано по-корейски, вот, и надо было просто там показывать, что там нажимать, на какую кнопку. То есть нужны были какие-то специалисты вместе с этими северокорейскими ракетами. Вот, ну, их благополучно и утилизировали на Восточном фронте в Украине. Морские поставки нефти из России достигли своего исторического максимума за три месяца. Почти до 4 миллионов баррелей в день, BBC говорит. Мы не раз обсуждали теневого флота России, и я, честно говоря, надеялась, что как-то эту ситуацию уже локализовали. Но нет. Ну, это старая история, и, в общем, действительно нет. Вот, хотя это тоже не самая страшная вещь. То есть это неприятно, но это не самое страшное, потому что Российская Федерация все равно очень сильно боится вторичных санкций. Вот те люди, которые покупают эту нефть у Российской Федерации, они боятся вторичных санкций. Поэтому там и вот создан был такой теневой флот. То есть, грубо говоря, там есть демпфер такой некий, значит, переходной флот. Россия официально продает по ценам ниже установленного потолка в 60 долларов. И вот с этой цены она чего-то там защищает себе бюджет. А вот дальше, когда эта нефть куда-то там идет, это уже не в Россию не в Россию эти деньги возвращаются, а это вот олигархи российские какие-то, люди, которые греют руки на этих продажах, они себе где-то там в офшоры в Арабские Эмираты куда-то там переводят эти деньги. То есть, грубо говоря, Россия с этого не так сильно и имеет. И вот если мы посмотрим на прошлый год, то доля, например, газонефтяных доходов в ВВП российском упала с 21% в каком-нибудь там 19-м году или в 20-м году до 16,5%. Ну вот в этом году, говорят, эта доля потихонечку возвращается и вернулся где-то на уровне 18% ВВП. Но это все равно, мы понимаем, что там проблемы есть, проблемы, кстати, с возвратом денег, проблемы с оплатой, потому что Россия не имеет права получать оплату ни в долларах, ни в евро, и сама расплачиваться не может ни в долларах, ни в евро. И поэтому это рубли, это рупи, это юани. Юани, кстати, не проходят, турецкие лиры не проходят, то есть много чего. Так что, ну, неприятная штука. Было бы, конечно, желательно, чтобы весь мир объявил просто экономическую блокаду Российской Федерации, что ни туда, ни оттуда ничего не выходит. Но на это очень сложно сподвигнуть весь мир, потому что слишком много на самом деле стран хотят пожелиться на слабой России, которая практически задарма продает им свои товары. Вы знаете, 7 октября ровно год вот это страшная трагедия, которая произошла в Израиле, войны с Хамасом, и 7 октября записывал интервью с послом Израиля в Украине Михаилом Бруцкий. Мы, как раз, в том числе обсуждали вопрос, почему Макрон сказал, что Франция откажется от поставок оружия Израилю. Есть ли у вас какой-то, так сказать, вариант объяснения этому, почему так? Вариант очень простой, на самом деле он всем известен, потому что во Франции 6 миллионов мусульман из Северной Африки, из бывших колоний, и даже мусульман, которые родились на территории Франции, которые являются французами, но продолжают быть, так сказать, некоторые из них даже очень плохо по-французски говорят, и президенту Франции приходится учитывать эту, так сказать, эту составляющую, во-первых, этническую на территории Франции, во-вторых, есть политическая составляющая, то есть все леваки традиционно поддерживают, так сказать, Палестину, хотя не задумываются, что на самом деле ни одна арабская страна, ни одна арабская страна никогда не сделала для Палестины вообще ничего, то есть Палестину держат на самом деле в лагерях и не позволяют им сделать их государство по-серьезному, и не позволяют им ассимилироваться ни в какой стране, потому что на самом деле палестинцы это же просто люди, которые говорят на арабском языке, да, там этническая составляющая очень условная среди палестинского населения, то есть они могли тихо-тихо-спокойно расселиться там по соседним странам, но их ни одна соседняя страна не хочет принимать и не хочет ассимилировать, вот, потому что всем было выгодно это создание и законсервирование этой проблемы, вот, и на ней играть геополитически вокруг Израиля, вот, а, соответственно, значит, там Советский Союз поддерживал Палестину, да, против Израиля, потому что для Советского Союза сионизм израильский был идеологическим идеологическим врагом, официальным врагом, в КГБ были специальные подразделения, которые боролись с, значит, с сионистами, с Израилем, вот, в Израиле не было, по-моему, даже не было посольства советского, вот, я вообще сейчас не помню, там, по-моему, не было, вот, но в любом случае Израиль представлялся из себя идеологического врага советскому государству, и для всех леваков, коммунистов, социалистов, маистов Израиль остается, остается таким врагом, да, они потеряли влияние, но у них есть какое-то влияние, и вот там Жан-Люк Мереншон, который у нас возглавляет довольно популярную левоэкстремистскую партию во Франции, вот, они до сих пор, значит, с ну, то есть, так сказать, понимание, что такие же вещи начнут происходить и в других европейских странах, где много мусульман, я не знаю, в Германии еще где-то, да, есть, конечно, но вы видели, что уже там Эрдоган, который, в общем, член НАТО, да, он же просто Израиль говорит, что Израиль, надо там сравнивать с лицом земли, что Турция может поехать воевать против Израиля, то есть, он говорил там совершенно жуткие вещи какие-то, да, с другой стороны, мы должны понимать, что по крайней мере у Нитаньяху, у него тоже как бы, он не белый и пушистый, да, у него, во-первых, там и проблемы, политические есть внутри Израиля, и, во-вторых, вы знаете, вот эта проблема, о которой, ну, так сказать, я не хочу влезать в это внутреннее дело израильтян, но проблема с Хамасом, это проблема не только террористическая, то есть, военным путем Хамас уничтожить нельзя, потому что это идеологическая вещь, которая Нитаньяху позволила 17 лет формироваться на территории довольно значительно израильской, и она его устраивала, потому что его устраивало наличие Хамаса, потому что он не хотел на самом деле реального существования палестинского государства, поэтому были разведены на две ветви, и, значит, Фатс с одной стороны и Хамас с другой стороны, которые друг дружку ненавидели, они, кстати, друг друга убивали много-много лет, лет, и существование двух фракций, которые друг друга ненавидели, устраивало Нитаньяху, другое дело, что он думал, что Хамас перестал быть террористической организацией, стал, как это бывает, большевики ведь тоже были террористами в 17-м году, когда они устраивали государственный переворот, а потом вынуждены бы управлять страной, вот, но он недоценил, вот как большевики не стали на самом деле никакими управленцами, вот, точно даже и Хамас не стал просто управленцами, и Нитаньяху думал, что он купил их за деньги, а они остались террористами, вот, как были террористами, так и остались, но проблема в том, что эти террористы растворились в двух с половиной миллионов людей, которые проживают на территории ГАЗа, и отделить террориста от того населения, в котором они живут, невозможно совершенно, потому что вот их там убивают, а новые молодые, которые становятся новыми боевиками, и либо надо всех убить, что, в принципе, Нитаньяху, в общем, поэтому, кстати, Макрон и даже Соединенные Штаты Америки высказывали, очень жесткие, делали заявления по поводу бомбардировок газа со стороны израильской, израильской армии, потому что там были, в общем, ну, неизбирательные бомбардировки, в отличие, кстати, от борьбы с Хазбалой, вот сейчас в Ливане, потому что там есть тоже сопутствующие жертвы, но они совершенно несорезонимы с тем, что произошло в ГАЗе, потому что сопутствующих жертв в ГАЗе там 40 тысяч человек, а сопутствующих жертв в Ливане там человек 500 или 1000, это ужасные вещи, которые я сейчас говорю, потому что все равно даже одна жизнь, это вот как в Украине, да, когда там бомба падает, и даже там два человека, один человек, один ребенок, три ребенка, это все равно потерянные жизни, вот, но с военной точки зрения, ну, вот, допустим, борьба с Хазбалой, это совсем другая, другая вещь, и у нее поддержка другая, в том числе международная, кстати, Израилю, а вот, когда были бомбардировки в ГАЗе, ведь не зря же МУС, значит, выдал ордеры, не только против хамасовцев, которые террористы, но и против нетаняху, против министра обороны Израиля, против начальника генерального штаба Израиля, там и так далее, вот, так что здесь проблема очень сложная, у которой я боюсь, вот это, ну, это мое личное мнение, что у нее, на самом деле, военного решения нету, то есть, можно решить временно, решить, обезглавить группировку, можно временно убить начальников, можно временно разломить какие-то склады, но через какое-то время это все будет возрождаться, потому что это такая заноза, которая в ноге, или там, я не знаю, в теле Израиля будет гнить еще очень долго. Ну, вот сейчас, сейчас мы знаем, что Байден не поехал в Украину, но не Таньяху, не то приедет в Штаты, не то у него будет разговор, телефонный с, ну, по крайней мере, эти консультации ожидаются в ближайшее время, а не Таньяху и Байден, они, обозреватели говорят, что они будут решать, каким должен быть удар по Ирану, потому что есть информация о том, что Иран все-таки завершил ядерную программу. Как вы думаете, к чему это может привести, если все-таки будет решено ударить по ядерным объектам Ирана? Ну, не Таньяху совсем недавно был в Соединенных Штатов Америки, он же выступал в организации Объединенных Наций, кстати. Да, да, но вот сейчас опять они концеприруются. Кстати, салом для того, чтобы нанести удары по Хербале, вот, тот говорит, это случайность такая, ну, я в такие совпадения не верю. Вот, я думаю, что это была часть плана, то есть, их немножко усыпили, что, ну, они сказали, что пока там на Таньяху выступает в ООН, ничего не будет, а наоборот, произошло то, что произошло. Вот, с Ираном это большая проблема, и действительно эта проблема серьезная, потому что, вот даже, посмотрите, даже Путин изменил свой график. Он собирался с Пештианом встречаться только на саммите БРИКС в Татарстане в конце октября, а сейчас поедет он там на днях, завтра или послезавтра он едет в Туркмению, куда не собирался ехать, потому что там, ну, такой, чисто такая тусовка центрально-азиатская, такая почти культурная, 300 лет со дня рождения самого главного туркменского поэта, вот, ну, в общем, это мероприятие, на которое Путин обычно не ездит, да, ну, ну, как бы, это вот понятно, что культурно для Центральной Азии и для соседних стран это важно, вот, но не для России, если вам говорят, вот, но он изменил, чтобы встретиться досрочно с президентом Ирана, и чтобы показать, что Россия является игроком в этой, в этой игре, остается игроком, что у России есть свои, свои какие-то договоренности, свои секретные договоренности и разговоры с Ираном, вот, это чтобы надавить, кстати, на Натаньяху и на Байдена, потому что, конечно, Иран очень сильно боится, что Израиль обрушит всю его промышленную и ядерную программу, вот, Израиль задумался серьезно, я думаю, над этим делом, вот, и, ну, строго говоря, я вообще ожидал, что это будет, потому что Израиль ничем не рискует в этом смысле, потому что даже если программа закончена, больше того, вы знаете, даже вот, у меня был интервью, в котором я сказал, что вот если подтвердится, что программа закончена, то это, может быть, даже ускорит удары Израиля по ядерным объектам Ирана, потому что, чтобы их копать вместе с их, если оно у них есть, это ядерная бомба, чтобы прямо вместе с нею их и закопать в тех объектах, которые там у них под землей находятся. Ну, вот, посмотрим, следим за событиями, посмотрим, чем все закончится, потому что очень многие говорят, что если это случится, то это, ну, фактически начало мировой войны, потому что это такая эскалация серьезнейшая, на очень серьезном уровне, поэтому тут, так сказать, ну и сегодня в финале хочу вам задать несерьезный вопрос, почему путинскую команду так волнуют квадроберы и вообще все это движение, кстати, во Франции они есть? я, откровенно говоря, вообще узнал только из этого закона Госдумы, это абсолютно идиотизм, абсолютно идиотизм, потому что нет, конечно, ничего этого, то есть, может, это и есть где-то, но это не феномен социальный и социологический, да, то есть, это какие-то странные вещи для меня абсолютно, да, потому что чего-то, значит, тогда представление типа кошки голливудского, которому, которому там 40 лет, да, сколько они идут, что и детишкам, которые носят эти маски, наоборот, больше того, это значит и, кстати, всю российскую традицию надо убивать, потому что вот как раз Россия ведь языческая страна, и поэтому на Новый год к Деду Морозу мы чего надевали? Масочки, лисички, там, я не знаю, волка, зайчика, там, и так далее, да, ну погоди, вот у нас, да, это то есть страна, которая выросла на ну погоди и рассказывает кому-то там про каких-то квадроберов, посмотрите все советские мультфильмы, все советские мультфильмы, они все абсолютно с медвежатами, с зайчиками, с волками и так далее, потому что вне политики это дело, потому что в лесу, там, и звери, и так далее, это наоборот, было замечательно все, вот, и там, Бэмби какой-нибудь там, и прочие всякие вещи, нет, но это идиотизм абсолютный, и больше того, это идиотизм, который я даже объяснить не могу, потому что вот нафига это все раскручивать, то есть у них там людоеды и насильники, значит, участвуют в операциях, это для них не проблема, да, то, что у них юстиции нету, и то, что у них теперь правоохранительных органов нету практически, потому что какой смысл искать преступников, если все равно они все в СВО попадут, да, а они в это время разбираются с какими-то детишками, которые носят, я не знаю, там, маски волчат или зайчиков. Все так, но, мне кажется, Россия вообще создает какую-то параллельную реальность, когда я смотрю, в общем-то, что они говорят по телевизору, как они там с детьми, детям показывают, как аборты, нельзя делать еще что-то, школьникам буквально, дают льготы школьницам, которые будут рожать в школе, и я понимаю, что там создаются вообще какое-то безумие феодальное государство. Огромное спасибо, Сергей, огромное спасибо и до встречи. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok